Автоплюс телеканал высокой автомобильной культуры. У нас в эфире новые автомобили, производство, сервис и даже автоспорт. Но сегодня Автоплюс перейдет на малые формы. И мы покажем вам особенный автомобильчик, который мы не только покажем, но и даже возьмем под свою опеку. Да, вы не ослышались. Редакция телеканала приняла волевое решение взять под опеку максимально подходящего, банально по названию, обитателя столичного зоопарка Таракана Автомобильчика. И абсолютно нетрудно догадаться, что само название вида этого насекомого натолкнуло нас на эту идею. Таракан получил свое название благодаря специфической внешности. У самцов на передней спинке, на грудном отделе тела, есть две такие как бы фары, благодаря которым они названы автомобильчиками. Таракан в принципе похож на небольшой автомобильчик, потому что у него не только эти фары спереди, но у него еще и укороченные крылья, которые напоминают лобовое стекло. И абсолютно не секрет, что образ среднестатистического таракана в головах наших соотечественников вызывает брезгливость и порой громкий ужас. Особенно если внезапно встретить такое насекомое у себя дома. Но тут можете быть спокойны. Таких тараканов можно встретить только здесь, в зоопарке. Эти тараканы обитают в тропиках в двух странах, в Колумбии и Венесуэле. В России такого нету, да, это и южноамериканские тараканы. С местами обитания и названием разобрались. Но кто-нибудь задумывался о том, чем же нужно кормить тараканов и сколько они живут? Они растут около года и суммарно они живут в районе двух лет, могут даже немного больше, наверное. Они достаточно всеядные, как и многие другие тараканы. Мы их кормим фруктами, овощами и даем белковую подкормку, то есть гомарус, как рыбий корм такой. Это рачки, амфиподы, которые засушены и используются обычно в качестве рыбьего корма. Они известны как рыбий корм обычно, но мы кормим ими тараканов. Ну а теперь о совсем серьезном. У московского зоопарка есть замечательная программа «Возьми животное под опеку». Стать участником этой программы может любой желающий и внести свой вклад в дело сохранения биоразнообразия нашей планеты. Ведь при нынешних темпах развития цивилизации к 2050 году с лица Земли могут исчезнуть около 10 тысяч биологических видов. А московский зоопарк вместе с другими зоопарками мира делает все возможное, чтобы сохранить их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok